Когда речь заходит о советских гитарах, у коллекционеров советских гитар, к которым я в том числе и отношусь, при упоминании с завода бытового обслуживания «Аккорд» из города Ленинграда сразу возникает такое благоговейное ощущение, потому что это был один из самых первых заводов, который производил электрогитары в Советском Союзе, и причем определенные их гитары были вполне себе неплохими, особенно со скидки на то время, когда они выпускались, и те условия, в которых они выпускались. Всем привет! Добро пожаловать на канал «Записки Архивариуса», где я рассказываю, преимущественно говорю, на две свои любимые темы. Хоккейный клуб Tampa Bay Lightning, болельщиком которой я являюсь, книга, которую я написал и издал, и электрогитары из моей персональной коллекции, гитара, бас-гитара, преимущественно производства странства, с лагеря, соответственно, социалистического же периода, то есть 60-х по 80-е, некоторые даже из 50-х. И вот сегодня мы как раз поговорим о одной из таких гитар, и это гитара-электрогитара «Аккорд». Про гитары завода бытового обслуживания «Аккорд» в городе Ленинград я уже как-то рассказывал. Вот есть вот будет ссылочка на полуакустический бас, а сегодня у меня в руках вот этот вот экземпляр их изготовления, и это цельнокорпусной экземпляр, потому что то, что я раньше рассказывал в видео про аккордовские гитары, это более полуакустика, а это вот цельнокорпусной доска, это одни из первых гитар в Советском Союзе, то есть их начали выпускать в аккорде, ну, где-то примерно в 70-х годах, в 70-м году, то есть, может быть, даже в конце 60-х, тут есть определенные споры. Там внизу в описании будет ссылочка на исследование, на интервью с участниками, с работниками завода «Аккорд», там все рассказано, но в целом считается, что на заводе «Аккорд» электрогитары начали выпускать в самом конце 60-х-в самом начале 70-х, и выпускали, на самом деле, очень недолго, порядка 5 лет, и эти гитары никак не продавались в общем доступном во всех магазинах, там или где-то, где они могли продаваться, а поставлялись по безналу в различные ДК, там, ну, в общем, во все такие места, там, не знаю, там, куда еще, ну, в общем, короче, разные ДК, школы, музыкальные школы, вот это вот все. Значит, и были аккорды, которые делались по спецзаказам, то есть, в принципе, аккорд это такой, можем сказать, ну, какой-то, выражаясь современным языком, это некий такой кастом-шоп, потому что все там делалось абсолютно вручную, и, соответственно, очень часто гитары по имеющимся моделям делались на заказ конкретным музыкантам, и там допускались те или иные отступления от принятого, скажем так, серийного канона, поэтому аккорды друг от друга очень часто, очень много, очень часто отличаются, ну, вот, например, ну, вот, например, да, то, что я видел у коллег-коллекционеров, нековый датчик гораздо ближе расположен к грифу, здесь он, как бы, немножко удален, то есть, здесь по статистике еще влезет еще один датчик вот в это расстояние, ну, вот, как бы, да, вот этот момент, то есть, что аккорд это такой вот кастом-шоп, и где каждый экземпляр выпущенный друг на друга очень часто был непохож. Выпускались, в том числе, совсем кастомные экземпляры, была там копия Илгита, по-моему, на аккорде выпускалась, в общем, разные варианты были, ключевое то, что это, в принципе, одни из самых первых гитар, которые выпускались в Советском Союзе, и ключевое то, что они преимущественно выпускались без всякой автоматизации труда, механизации, то есть, все делалось вручную. С одной стороны, и хорошо, с другой стороны, и плохо. Ну, как бы то ни было, история аккордов, говорю еще раз, вот там вот внизу будет ссылочка в описании, кому интересно, почитайте, и перейдем непосредственно к этой гитаре. Итак, что это такое гитара? Ну, во-первых, цельно-корпусная, вот такая, достаточно тонкая, то есть, корпус достаточно тонкий, по форме корпуса это копия итальянской гитары Эко, я там не помню номер, в общем, вот скопировали итальянскую гитару Эко. Эко, она, по-моему, была потолще, она была так более зализанная, здесь все достаточно по-коммунистически грубо сделано, но, тем не менее, корпус классический из переклея различной древесины, не знаю, какой, ну, какой-то, да, то есть, и оклеен он здесь, судя по всему, шпоном, или даже фанерой, не знаю, но, как бы, здесь вот этого переклея не видно, то есть, классический способ, на самом деле, формирования корпусов советских электрогитар, то есть, некий массивный блок, который чем-то обклеивался. Вот здесь подозрение, есть подозрение, но это не точно, что это не фанера, а это же все-таки шпон, потому что вот здесь, как бы, есть такие, ну, своего рода, за время образовались пузыри, пузыри, как бы, да, которые отошли, то есть, там, промокло и так далее, в принципе, тоже фанера, с фанерой то же самое могло случиться. Вот, как бы, так она выглядит с задней стороны, такой очень симпатичный, как это, табачный берст, или как это называется, ну, в общем, берст такой, желто-красновато-темно-коричневый. В общем, очень красиво выглядит, как бы, наверное, когда она только сосла со стопеля, она выглядела еще красивее, потому что здесь, конечно, жизнь ее побила, но что, в принципе, логично, сколько ей лет, 54, в принципе, такой серьезный возраст, на самом деле. Аккорд, это единственный производитель Советского Союза, который грифы вклеивал, то есть, здесь гриф вклеенный, причем вклеенный достаточно глубоко и достаточно крепко. Гриф он сделан из нескольких кусков переклея, там, какого-то различного дерева. Здесь, в принципе, сквозь лак это видно. И анкер у него отсутствует. К сожалению, это негативно сказывается на самом грифе, потому что гриф имеет прогиб, и этот прогиб никак не поправит. То есть, по-хорошему, надо, конечно, все снимать, все срезать, все шлифовать, как бы. То есть, прогиб здесь нерегулируемый, и это минус, ну, в принципе, минус такой конструкции, да. Хотя, например, другие, вот как раз вот тот же бас, который я показывал, уже рассказывал. Другой бас, вот здесь вот еще одна будет ссылочка, но другой бас. У них такой проблемы почему-то не было. У них там грифы были прямые. Вот у этого грифа, у этого, у этой гитары гриф имеет определенный прогиб. Правда, не смертельный, потому что вот у меня есть еще бас такой же формы, аккордовский. Как-нибудь и про него поговорим. Пока еще нет, и там прогиб вообще жесточайший, там, грубо говоря, палец просунуть можно, наверное, между струнами и накладкой. Здесь нет, здесь как бы прогиб, ну, попроще, поменьше, то есть, играть можно. Голова имеет наклон, причем достаточно сильный наклон относительно грифа. Здесь у нас красивая такая валюта. Накладка крашена. Опять же, из чего накладка? Ну, все наши люди говорят, что вообще все это бук. То есть, гриф из переклея, несколько кусков, там, от 7 до 9 кусков бука и накладка бук. Те, кто разбирал. Я не разбирал, не сошлифовывал, ну, сложно сказать, как бы, ну, наверное, бук. Покрашен он красный, красный, господи. Вот видите, я дальтоник. Покрашен он черной краской. Имеет на себе 20 ладов. Лады здесь замененные. Менял я сам, потому что он и достался, здесь, по-моему, вообще осталось всего 2 или 3 лада оригинальных, когда я его получил. То есть, здесь лады были все вырваны. Здесь у нас классическая тоже схема для аккордов. Трехслойный такой вот порожек из целлулоида. Белый, черный, белый. Трехслойный кант по голове грифа. Тоже белый, черный, белый. Колочки, колочки от акустических гитар с иллюминовыми шоками. Ужасные колки. Их ужасно настраивать. Они расстраиваются просто буквально сразу. То есть, я сейчас попробую излечь звуки. И вот вы сразу услышите, как по ходу. Я вот прямо сейчас, она уже, скорее всего, расстроена. Я ее перед началом записи настраивал. Он готов поспорить. Вот просто проверим сейчас. Ну, нет, пока еще не так смертельно. Ну, готов поспорить. Я сейчас попробую еще что-нибудь поиграть. Она уйдет строй в никуда. В общем, колки ужасные. Просто ужасные. Ну, советские колки от электрогитар. От акустических гитар, извините. На вот басах, которые я показывал, там стояли колки от народных музыкальных инструментов. Там бас балалайки, бас домре. И они, как бы, строй держали гораздо лучше. Держат. В общем, с ними все гораздо лучше, чем вот с этим ужасом. Здесь, как бы, к сожалению, колки просто ужасные. Как бы, ну, вот. Но оно вот так, как есть. Возвращаемся к корпусу. Значит, здесь у нас пепельница. Пепельница новодельная делала. Один из коллекционеров, который делает современные запчасти для старых гитар. По пепельнице совершенно вот просто вот примитивный, даже не простой, а примитивный способ крепления струн. То есть, там просто такой вот дюралевый уголочек, в котором просверлено шесть дырочек, в которые мы вставляем струны. И все. Все гениальное просто. Вот даже в данном случае даже не просто, а примитивно. Бридж деревянный с латунными кольцами, которые позволяют поднимать, опускать верхнюю его часть. Здесь, соответственно, у нас четыре прорези, в которых мы можем переставлять обрезки ладовой проволоки и таким образом как-то юстировать мензуру. Тоже решение, которое использовали и Алана, и кто только не использовал. Вот такой вот способ, там, по-моему, и Хофнера такой использовали, или Фрамус. Короче, это очень часто, особенно для ранних гитар, то есть 50-х, 60-х годов. Это вот прямо в какой-то степени, можно даже сказать, стандарт. Дальше у нас чёрный пикгард из аркстекла, закрашенного с той стороны чёрной краски. И вот очень интересная тема, пикгард окантовым. То есть белый, вот чёрный пикгард, и вокруг него кантик такой бело-чёрно-белый из целлулоида сделан. На самом деле это нечастое явление. То есть другой вот аккорд такой, который у меня есть, такой бас, там, простой пикгард такой вот, из пластика такого, ну, обычного пластика, там, полистиролова, там, какой-то, такого жёлто-зелёного цвета уже с учётом времени. Вот. Здесь вот такой вот окантованный прикольный, такой вот трёхслойный такой штуки пикгард. Очень прикольно. Два датчика, но нековый датчик дохлый. То есть в нековом датчике обрыв, поэтому нековый датчик дохлый работает только бриджевый датчик. Поэтому, как он звучит некий, мы не услышим. Послушаем только в этом самом. Дальше две громкости и общий тон. Выход у гитары вот здесь вот, с нижней части, и выход, это вот такая розетка. Если вы помните мультфильм «Ну погоди», где ВОК там ищет, куда втыкать, и втыкает в силовую розетку, то есть именно вот такая розетка не втыкать в силовую. То есть её можно, в принципе, воткнуть, наверное, в силовую сеть, и тогда будет, наверное, не очень хорошо. Но вот помните этот мультик, да? Вот, собственно говоря, наверное, когда мультипликаторы нарисовали этот мультик, они как бы руководствовались, собственно говоря, аккордами, судя по всему, потому что вот из советских гитар, только ранее мыфмишная гавайка обладала таким вот разъёмом, да, и, соответственно, изделие фабрики «Аккорд». Значит, да, вот что интересно, здесь вот по периметру деки корпуса обклеено чёрным целлулоидом, то есть это не покрашено, это именно обклеено чёрным целлулоидом. И, соответственно, трёхслойная же целлулоидная окантовка, белая, чёрная, белая. Ну и с задней стороны то же самое. Вот антабочки здесь, такие вот кольца под карабины, поэтому мы можем ремень здесь пристегнуть, но, к сожалению, у меня здесь вот большая беда, собственно говоря, с карабинчиком случилась, точнее, большая, да, беда, то есть он вообще непригоден, поэтому пристегнуть мы его не можем, выкину я его нафиг, чтобы он не мешался. Ну, в общем, вот такая гитара, про неё, наверное, рассказал, показал, давайте послушаем, как она звучит, и заодно услышите, как всё плохо с точки зрения колков и строя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что я ещё забыл сказать, здесь не предусмотрено заземление струн, поэтому, чтобы на ней играть, нужен хороший шумодав. Поэтому сейчас я попробую включить перегруз, чтобы что-то изобразить с перегрузом, но сразу предупреждаю, то есть, да, здесь отсутствует, здесь сингл, во-первых, да, это сингл, во-вторых, здесь отсутствует заземление, поэтому, ну, поэтому есть нюансы, но как же, как же мы без джи-джи? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в общем, вот так вот всё получилось. По-моему, шумодав глушил не только шумину, но и половину полезного сигнала, но, к сожалению, вот здесь вот так вот, потому что я попробовал без шумодава, тут сразу всё начало вертеть, пердеть и кувыркаться, но когда я включил шумодав, тут как бы, да, фон ушёл, но вместе с фоном ушло половина полезного сигнала. Ну, блин, чё вы хотите, гитара, когда она была сделана, про такие стили, как, вот, собственно говоря, Freezing Moon, группа Mayhem, я пытался вспомнить, как это играется, чё-то вот такого плана, чё-то там вот такого плана. Ну, или как-то так поправьте, я уже забыл. Ну, по-моему, не хуже, чем у Euronimo звучит, хотя у него, по-моему, был лист пол или что-то в этом духе. Ладно, речь не об этом. В общем, вот такая вот гитара, хорошая гитара для коллекционера, для практикующего музыканта, конечно, это уже немножко не то. То есть здесь, я говорю, и прогиб грифа, который нечем крутить, нечем выправлять. Здесь и жуткий фон, и вот этот вот специфический разъём. Здесь и вот в данном случае порванная катушка. Хотя на самом деле, вот если вы слышали, на мой вкус, звучание вот бриджевого датчика на чистом звуке, на чистом звуке вполне как бы себе такое певучее, красивое. Правда, да, я его немножко с ревером пустил. Тем не менее, как бы в принципе вполне такое неплохое звучание. Но в целом, конечно, да, для современных стилей музыки эта гитара уже давно утратила свою актуальность. Тем не менее, это вот наша история, история советского гитаростроения. Вот такая вот, вот такая вот, вот такая вот гитара. В принципе, очень интересная, очень редкая, очень ценная, как коллекционный экспонат. Еще раз повторю, для практикующего музыканта, разумеется, ну, это не совсем то, что ему требуется, да. Но если мы вернемся на 55 практически лет назад, в принципе, для советского музыканта, еще не будучи с изогнутым грифом там и так далее, вполне себе рабочий инструмент для современных тогда стилей, даже не для рок-н-ролла, а вот этого советского там, что там в VIA играли. Вот, ладно. Ставьте, короче, гитаре лайк, она того заслуживает, именно как коллекционная ценность. Подписывайтесь на канал, будет еще много советских гитар, социалистических гитар, там, болгарских, немецких, чехословакских и так далее. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. На этом все. Спасибо за просмотр. Да пребудут с вами гитары. Спасибо.